Затрагиваются вопросы конфликта на Ближнем Востоке. Я предупредил их, ребята, вы поаккуратнее там с дальнобойными ракетами и прочее. Есть такой вопрос. Зеленский поднимает, да, эти ракеты, я буду бить по Кремлю и там и до Казани. Я говорю, ребята, вы поаккуратнее, потому что к Путину могут обратиться, пример привел Хуситов. Вот Хуситы приедут к Путину и скажут, дайте мне береговые комплексы, которые могут нанести страшный удар по кораблям. А если он в отместку, что вы поставляете Зеленскому дальнобойное оружие, поставит Хуситом и будет поражен хоть один авианосец, английский, американский, англосаксов и так далее, это как будет? Это для нас неприемлемо. Я говорю, я понимаю, неприемлемо, но и для Путина неприемлемо, если вы будете поставлять эти ракеты. Согласились, да, говорят, действительно опасно. Не надо думать, что с Западом не было никаких консультаций. Сам Запад все время подчеркнул, что он хочет эти консультации иметь. Даже в самые такие периоды, когда они там вводили кучи санкций, кучи всего, они консультировали. Вспомним хотя бы звонок Меркель в 21-м году. Это публично был звонок. Второй момент немаловажный. Мы говорим о интенсификации этих контактов. И по разным линиям. Везде. Почему? По-моему, президент очень четко сказал на второй конференции по безопасности причину этой интенсификации. Усталость и разочарование Запада войной на Украину. Ставили одни цели, хотели взять кондачка, напором. Ну, такой понты по большому-то счету, по такому народному говорить. В результате что получилось? Надорвались. Пример тому, возьмем Германию. Минус 24% рост в кавычках именно химической отрасли. То есть мы можем говорить о поступательной деиндустриализации Европейского Союза. Видим Польшу, хотя она до сих пор никаких консультаций, переговоров не ведет. Подляска воевоза только за 2023 год потеряла 125 миллионов евро из-за закрытия границ. Хотя поляки, понятно, что не очень-то самостоятельно, не ведут никаких переговоров, даже инициативы не проявляют особо. Но другие страны, такие как Франция, Германия, видят опасность. Именно утраты субъектности, вот как они говорят, стратегической автономии Европейского Союза. Это один момент. Второй момент — опасность повышения градуса эскалации, вывода его на уровень неконтролирования. И они видят, что киевский режим, по большому счету, чем занимается? Он занимается шантажом. Пытаются повысить градус эскалации, вовлечь страны Запада в непосредственный прямой конфликт с Российской Федерацией и получить из этого какую-то прибыль. А я вижу, какая может быть прибыль для руководителя режима самосохранения. То есть они понимают, что в случае поражения они будут мальчиками для битья. В случае замораживания тоже они будут мальчиками для битья. Поэтому они не нужны сегодня никому, и их единственный способ выживания — это продолжение, пролонгация конфликта любой ценой. Западу это не особо интересно. Более того, давайте тоже прямо говорить, Запад боится сближения России и Китая, если шире, формирование, а он реально формируется, коллективного Востока. Саммит БРИКС в Казани этому подтверждение, БРИКС плюс фактически. Вырабатываются уже форматы партнера БРИКС, другие форматы. То есть происходит постепенная институализация. Усиливается шанхайская организация сотрудничества, которая вышла уже из уровня региональной организации. И, конечно, в этой ситуации Запад чувствует, что если он дальше будет затягивать вот эти пояса, продолжать эскалацию, он просто своими руками вот это глобальное большинство соберет в одну команду. И сейчас в этой страхе они пытаются откатать назад, проводить больше консультаций, переговоров, пытаются какие-то свои условия начать ставить. Более того, я бы подчеркнул, немаловажную роль играют непонятки с президентскими выборами в США. Все-таки Трамп хоть является частью западных элит, этого тоже не надо говорить, что он какой-то там вылез из народа, тут поломал всю систему. Нет, первый срок президентства Трампа, по-моему, все очень четко рассказал. Просто он говорит, что ему не нравится такой способ либеральной глобализации. Он хочет такую белую консервативную глобализацию в стиле маккартизма американского 50-х годов, где китайцы были бы мальчиками для битья. Поэтому для нас важно использовать этот момент для усиления каналов коммуникации, прежде всего. И второй момент — деэскалация вокруг Беларуси. Мы должны вот этот первый пункт ставить, прежде всего, деэскалация. И это путь к демилитаризации, потому что к нашим границам все попраны полностью международные соглашения, стянуты войска с территории Польши, территории Литвы, Латвии. Это ненормально. Украина вообще серая зона, которая не регламентируется международными соглашениями. Поэтому здесь, на мой взгляд, очень важно как раз усилить и углубить эти консультации в плане мирного сосуществования, в плане деэскалации. Полесье должно возродиться. Это красивейший край Беларуси. Не в обиду другим, как я говорю. Это здесь истинный Беларус родился со своей ментальностью, со своим характером, целеустремленностью, какой-то хитринкой. Это настоящие трудяги. И еще раз подчеркиваю, мы возродить должны Полесье в течение следующей пятилетки. Это еще важно и потому, чтобы показать пример нашей молодежи, нашим детям, нашим внукам, как надо работать. Как бы мы не хвалили молодежь, мы должны это откровенно говорить, она хорошая, она добрая, она прекрасная, она лучше нас, но она другая. Надо им оставить тот путь, по которому они хотя бы в начале 10-20 лет должны идти, чтобы самим определиться, как двигаться дальше. Поэтому надо сейчас нам, нашему поколению, оставить то, что будет нужно нашим детям. Дожинки, приоритеты, новые объекты, Полесье, регион Возрождения. То есть это все вписывается в такую многопрофильную, так сказать, стратегию. Стратегию не только белорусского президента, главы государства, а стратегию нашу, так сказать. Стратегию – это поддержка регионов. То есть регионов, я бы даже сказал, малая родина, этническая. И это все вот в комплексе. То есть поддержка малой родины, малых населенных пунктов, поддержка сельского хозяйства, переработка, продовольственная безопасность, экспорт, который зашкаливает сегодня за 8 миллиардов долларов. Это все один к одному. Это такой своеобразный пазл, который вместе складывается и дает результат. Поэтому, что касается Полесье как такового, тут еще, наверное, добавляется еще один фактор. Фактор – это Чернобыль. То есть это крест, который не по нашей вине, так сказать, мы несем ответственность. Я имею в виду новую власть, да, то есть президента, правительства. Крест, который, наверное, оценивается, если его можно ценить в долларах, в рублях, это порядка более 300 миллиардов долларов США, только потраченных. А вообще, так сказать, реактивация земель – это, наверное, еще не одно поколение будет. И бросить просто на произвол судьбы регион, регион, который был драйвером, регион, который был, ну, действительно, жемчужиной, если так можно сказать, Республики Беларусь. Но это просто не по-человечески, да. То есть это не свойственно нашему этносу, Республике Беларусь, не свойственно нынешнему руководству. Вот такие приятные моменты – это дожинки, дожинки проходят в малых населенных, в средних малых населенных пунктах. И это не просто пришли, провели, так сказать, потанцевали, ушли, да. Город – населенный пункт, агрогородок, он преображается. То есть это вот так вот сколько лет, уже почти более 330 лет, это 30 городов. Фактически с нуля, да. Ну, не с нуля, конечно, но просто это 30 городов из наших населенных пунктов, которые получили такой стимул, да. Стимул, в том числе и для людей, которые доживут, и стимул, так как это все-таки торжественное мероприятие, стимул для работников сельхозпрофиля, да. То есть там и награждение идет значимое. Глава государства на подавляющем большинстве присутствует. Поэтому я бы говорил, что это свойственно такая некоторая отличительная черта вообще политики. Политики Республики Беларусь, которая поддерживается, ну, в первую очередь, конечно, политики и главы государства. Беларусь, это болото, да, как мы знаем, это минеральное, так сказать, удобрение, да, нефтянка, так сказать, это. И более того, ну, как бы, президент говорит, вот он, чуйка, такое немножко вульгарное слово, да, есть, что там еще не все изведаны, так сказать, месторождения. Поэтому вот тот раньше 10 миллионов тонн, сейчас меньше добываем, да, то есть это, по большому счету, в советские времена нефть выкачивалась, да, то есть это небольшие, не бог весть какие запасы, и все, так сказать, поставлялось, переработку. И более того, она на экспорт шла, там, структура была такая, что на экспорт шла. Ну, ладно, что было, то было. Мы и времена Советского Союза получили огромадные дотации. Беларусь сформировалась вот с тем лицом, с тем профилем индустриального государства, благодаря во многом и помощи, так сказать, Советского Союза, народно-хозяйственного комплекса. Но комплекс, так сказать, с комплексом, а люди, природная, так сказать, логистика, она осталась. Я бы тут отметил еще, так сказать, на перспективу. Мне очень хочется верить, что это краткосрочная перспектива, но, я думаю, средняя, но недолгосрочная перспектива. Что я имею в виду? Это конфликт на Украине. То есть вот именно вот эта разница, да, то есть люди видят, несмотря на то, что сейчас коммуникации легальные прекратились, да, там минные поля, танковое заграждение, и же строят, да, взрывают мосты, ну, то есть какая-то аналогия, так сказать, ненормальная, да, страны, которые не находятся в военном конфликте, да, то есть нас обзывают, мы достаточно выдержанно молчим, да. Вот этот контраст, тут помогают, там воюют, там засеивают поля у нас зерном, там минами, это тоже очень важно. Я думаю, что вполне вероятно, вполне вероятно, что украинцы, когда закончится конфликт, многие захотят, ну, если не мигрировать, то, по крайней мере, работать временно, так сказать, вот в эти регионы восстановлено, потому что на контрасте, ну, это будет очень большой контраст. А фронт, рабочий фронт, трудовые сегодня ресурсы, ну, это еще одни, так сказать, золотой запас, да, это стратегический запас, даже не золотой, а стратегический. Сегодня, особенно, когда Беларусь относится к странам, где естественная убыль не компенсируется естественным приростом, ну, так сложилось, да, мы индустриальное, урбанистическое государство, то есть это факт, это факт во всех, всех вот развитых странах. Беларусь развитая страна. С этой точки зрения надо думать, как пополнить этот, так сказать, потенциал, да, трудовой, чтобы сформировать новый драйв, так сказать, валового продукта. Этот потенциал, так сказать, который мы делаем для себя, в первую очередь для себя, он будет привлекателен и для граждан, в том числе и Украины, в том числе. Конечно, надо помогать, восстанавливать, но это процесс. А вот сегодня лучше жить, так сказать, у нас, в Беларуси, под боком Украины, чем в Польше, и быть там гастарбайтерами, да, как с людьми второго сорта общаются. Вот это ужасные выборы. С наших критериев я вообще-то ничего не понимаю. Жуткие, глупые выборы. Скажу откровенно, почему я сторонник, сторонник компании этого Трампа. Знаете, я знаю, что будет, если останется Харрис. И ты знаешь, что будет. Придет Трамп, ну я предполагаю, что особо ничего хорошего, но все-таки какая-то надежда есть. Придет новый человек, что-то, возможно, будет новое. По крайней мере, наговорил же много. Поэтому можно будет и спросить. Вот только с этих позиций, а не потому, что там нравится мне Трамп или его программа. На мой взгляд, лучшим кандидатом был третий кандидат, Кеннеди. Почему? Потому что он ломал двупартийную схему, он выступал с неординарных позиций, но вот его отсутствие в предвыборном бюллетне — это результат чего? Реально олигохратии в Соединенных Штатах Америки. Нет денег — ты не кандидат. Деньги решают все это про Америку. А чтобы получить деньги, надо быть частью элиты, частью эстеблишмента в этом плане. Почему Трамп нам выгоднее? Он ломает систему. Если Харрис — это продолжение вот этой демократической либеральной линии, то Трамп — это неординарный трикстер политического эстеблишмента Запада. Что такое трикстер? То есть такой Иванушка-дурачок, который может принимать спонтанные, неординарные решения. И это именно дает нам возможность через его неординарность ломать схему, которая навязывается Западом, западными вот этими либеральными элитами. Он будет создавать противоречия с Европейским Союзом. Пусть создает. Он будет входить в массу конфликтов на Ближнем Востоке, через его грубо и вульгарно произраильскую политику. Даже по Польше, если посмотреть. Недавно премьер-министр Польши Туск, он дистанцировался от выборов в США. Почему? Потому что он боится, просто-напросто боится того, что там может быть на этот счет. А его страна ультразависима от США. И для него важно обязательно сохранить вот эти базовые рычаги, чтобы как-то выжить в этой ситуации. Для нас же важно, чтобы через усиление и углубление внутренних западных противоречий привести к тому, чтобы часть стран Запада вывести на диалоговую переговорную позицию с нами. Прежде всего, наших соседей, как президент говорит, соседи не выбирают. С другой стороны, мы здесь, и президент тоже подчеркнул, не имеем каких-то иллюзий насчет каких-то глубинных трансформаций и изменений. Глубинная трансформация и изменения могут быть только в рамках международной системы координат. Это, прежде всего, реформирование организации объединенных наций, пересмотр общей евразийской системы безопасности, создание общей для всех. А то у нас АБСЕ — это пережиток холодной войны, где не представлено ни Китай, ни Индия, ни арабские страны, ни мусульманские страны практически, кроме Турции. Вот, мы про это должны говорить. Нам нужна открытая, транспарентная, прозрачная система международных отношений. Знаете, меня удивило, что вот прием в БРИКС заявили около 30 государств. Партнерами стали 12 или 13 государств, в том числе Беларусь. А почему не принимают в БРИКС другие государства? О чем БРИКС хотела бы, прежде чем принимать другие государства, подумать? Ну, к примеру, не будем брать Беларусь. А почему Турцию не принять? Единственный член НАТО, который проявил интерес при этом. Крупная страна, экономика мощная. Почему не принять? Нет, не приняли. Придумали вот этот предпальник в виде партнеров. Ну, хорошо, это возможно. Но меня настораживает в этом то, чтобы бюрократы, которые творят и предлагают главным государствам эти документы, не заволокители все. Чтобы бюрократический аппарат не уничтожил те вопросы, которые сегодня стоят перед государствами, входящими в состав БРИКС. Вот это меня настораживает. Ну, вот собрались, показали друг другу как-то, выступили и разъехались. А результат? Многие говорят глобальный юг, да, то есть еще там какие-то термины. Страны с переходной, формируемщейся рынком, а там вот цивилизованные страны, западные страны. Вот, наверное, об этом надо говорить. По поводу БРИКС, можно говорить и ШОС, да, то есть еще одна организация шанхайская, так сказать. Можно, говорить, еще обзывать Евразес, то есть он может по масштабам не такой, так сказать, но по территории, по энергонасыщенности, по-моему, так сказать, сырьевым, то есть он очень значим, эта структура, да. Можно говорить и союзом государства, это тоже как пример совершенно новых межгосударственных отношений, принципиально новых. Но вернемся к ШОС, ШОС, БРИКС, БРИКС. То есть тут еще главный вопрос, не то, что население там, да, доминирует численность, не то, что территория превышает территорию, но будем сравнивать G7, да, это вот наиболее, так сказать, корректное сравнение. Они диктуют, они по большому счету G7 сегодня выражают волю одной страны Соединенных Штатов Америки, да, то есть это считается консолидацией, так сказать, ну и так далее, и так подобное. Тут вопрос даже не валовых показателей, то есть сегодня валовые показатели по покупательской способности, абсолютные, они фактически паритет там, плюс-минус 10 процентов, да, это величина в триллионы долларов, но в принципе это паритет, по крайней мере, не тот, что был еще в нулевые, там в 90-е годы. Но тут более важный вопрос, это динамика. Вот за последние 15 лет, если говорить G7, да, их доля в мировой экономике на 10 процентов уменьшилась, второй блок страны, вот БРИКС, да, то есть ШОС там отдельные страны, увеличилась на 10 процентов, остальные страны, они сохранились, да, то есть где-то в районе 24 процентов. То есть фактически страны развивающиеся забрали кусок пирога в 10 процентов на себя, да, то есть они вот это, вот это тревожит, тревожит, так сказать, западные страны. И с этой точки зрения инструменты сохранения, вот, однополярного, каким хочется мира, они не просто сохраняют мир, они фактически являются инструментом, ну, я бы сказал так, как колонизации вот этих стран, так сказать, глобального юга. Это инновационная технология, монополийная инновационная технология через патентное право, через лицензии, товарные знаки, да, где фактически он является товарный знак таким бесплатным приложением качания денег, да, то есть вот я запатентовал и этот. Этот вопрос тоже, кстати, он обсуждается, но не настолько, так сказать, явно, то есть Китай каким-то образом обошел этот вопрос, да, то есть. Это вопрос неконтролируемой денежной эмиссии валюты, это в том числе и фунта стерлинга, в том числе евро более-менее как-то это контролируется, но доллар это вообще беспредел, да. То есть вот, например, приведу пример вам за 2020-2022 год, то есть во время пандемии США напечатало 80% валюты, долларов, так сказать, ну, только за два года своих, да, то есть речь идет о десятках триллионах долларов США. Притом без всяких обязательств кому-то, это 80% всех наличных денег, которые есть. Таким образом, они могут печатать деньги, никем, ничем не подкрепленные, то есть это действует так называемая Ямайская конвенция, и покупать на эти деньги реальные сырьевые ресурсы, товары и так далее. Или поддерживать своих сюзеренов, в том числе и Украину. Вот эта тревога, потому что это недоброслойная конкуренция, как минимум, естественно, это страны развивающиеся, интересуют и волнуют. В том числе такие вопросы, как расслоение имущественное, да, как штабные структуры Всемирный банк, Международный валютный фонд. Поэтому ШОС, БРИКС и Евразия СССР — это некие центры, ну, разноуровневые, которые пытаются, ну, так сказать, реанимировать. Но вот тут-то и вопрос, что и в ШОС, а в БРИКС особенно страны-родоначальники, да, сейчас там 10 стран, и там, и там, кстати, 10 стран, да, вот, они разные очень интересы. Ну, только приведу пример, да, допустим, Южноафриканская республика, то есть это родоначальник БРИКС, так сказать, в основе, он во втором, так сказать, ребрендинге стал одной из пяти стран родоначальников БРИКС. Там очень сильное влияние, и политическое влияние, и капиталов влияние Великобритании. Это бывшая, так сказать, помните, война буров была и так далее. И они до сих пор очень сильно даже не как влияние, а зависят от этой страны. Индия — тоже колония, тоже это. То есть вот можно, даже Китай, который занимает сегодня лидирующие в мире позиции, конфликтует с Соединёнными Штатами Америки, большинство доли внешней торговли идет, так сказать, с Соединёнными Штатами Америки, с Соединёнными Штатами Европы. Поэтому идти в драчку, да, то есть не понимая, чем это закончится, или попадя, вот как союзное государство попало под санкции, а сегодня, грубо сказать, западные страны, первые США, просто плюют, да, они игнорируют международное право. Вот в принципе, да, вот, как действует, как в той поговорке, я хозяин слова, свое слово даю, свое слово забираю. Поэтому они очень взвешенно к этому подходят. И иногда это интересы, так сказать, ну, противоречит интересы. Но тренд заложен. Вот что случилось, когда появилось такое понимание страна-партнер? Да, вот в БРИКСе страна-партнер, потом там еще какие-то вариации. БРИКС-плюс появились, вот на второй день саммит был такой расширенном составе. Тогда появилось, когда Аргентина дезавуировала свое приглашение по вступлению в члены, ну, уже БРИКС. Там Малей, такой либертанец, как он себя обзывает, да, который, так сказать, иногда очень одиозное заявление делает. Вот, ну, например, Аргентина никогда не будет в союзе с китайцами, с коммунистами и с Ираном. Вот прямая цитата. Ну, кого он коммунистам отнес? Китай. Он, да, Компартия Китая, она, так сказать, страна-лидер. Я бы обрешен, что-то скажу, капиталистическая. Россия, коммунисты, тоже очень сомнительна. Ну, так или иначе. И поэтому, мне кажется, с этой точки зрения очень осторожно стали относиться страны-учредители вот такому взрывному росту организации. Тем более, я говорю, тут разный уровень интереса. Вот, например, в кулуарах конспирологические такие слухи, что приглашение в страны-партнеры Турции заблокировало Индию, да, по каким-то мотивам, хотя на этой же площадке со своим историческим противником Пакистаном, да, то есть там вроде как нашли какой-то консенсус. Поэтому, с этой точки зрения, опасения главы государства есть какие-то, но на этом фоне, да, роста бюрократического аппарата, кстати, не такой он большой аппарат. То есть все-таки это такая площадка переговорная. Раз в год встречаются главы государств, да, вот в Казани последний раз был, и там исполнительных органов нет. Но там есть другие площадки, например, пул валютных кредитов, то есть это аналог МВФ, новый банк развития, да, это аналог Всемирного банка. Посмотреть итоговую декларацию, вот саммита в Казани, там речь ведет о реформировании Международного валютного фонда, Всемирного банка, о создании сельскохозяйственной биржи, аналога, так сказать, западная, да, то есть вот эти инструменты, я бы называл так, да, это не бюрократический парад далеко, но это инструменты, которые уже выгодны нам. То есть это кредитование, это своеобразный инструмент или площадка, или дверь, куда можно войти на этот емкий, быстрорастущий рынок. Но я думаю, тут даже вопрос, в чем отличие партнера от стандартного, так сказать, учредителя страны, учредителя БРИКС, в том, что ты не имеешь права голосовать. Но участвовать во всех проектах однозначно ты можешь. Более того, у нас был такой пилотный проект, вот 24-й, 23-й год, вторая половина. Россия имеет право, как страна, которая проводит следующий саммит, приглашать соседнюю страну к полноправному участию всех мероприятий БРИКС. И мы в течение этого года, до того, как Россия была председателем за БРИКС, участвовать в мире, и я вам скажу, вот я общался с коллегами, достаточно достойно и познавательно. Поэтому я думаю, что это не потраченное время, это повышение субъектности на политической арене Республики Беларусь, для нас, кстати, это тоже очень важно. И очень важно, еще один фактор, их много, но я уже заканчиваю, это один из критериев по вступлению в БРИКС, в страны-партнеры БРИКС, в страны БРИКС, там поддерживать ценности БРИКС, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-та-та. Но там есть неприменение санкций к членам вот этого сообщества. Вот это принципиально просто своеобразный ответ вот этому Западу, да. То есть они нас заставляют в нарушении Конституции, организации объединенных наций, международного права, ВТО там и так далее, и этого подобного. А тут вот собрались страны, может быть, менее амбициозные, чем эти страны, они говорят, нет, мы основываемся на международном праве, и мы будем соблюдать международное право хотя бы внутри нашей организации. А внутри нашей организации это 50% ВВП, да, то есть практически там более, ну, около 40%. Это фактически 55% населения, да, это территория громадная, это динамика в разы, в разы динамика рост. Поэтому я думаю, что все идет эволюционно. У нас с вами нарратив выработался, который воспринят, не воспринят во всем мире, что мир в Украине зависит от Штатов и Европы. Захотят они, будет мир, не захотят, не будет. В последнее время, с моей точки зрения, ситуация поменялась. Поменялась в том плане, что американцы, видя ситуацию на фронте и в Курской области, и особенно европейцы, мира хотят больше, чем сам Зеленский. Больше всего сейчас упирается Зеленский, предлагая разные форматы, разные планы мирных переговоров, которые больше похожи на лозунги. И эти предложения, самое главное, сегодня не соответствуют тому, что происходит на Земле. Я бы его не назвал плаванным победой, потому что невозможно такой победой. Скорее, план эскалации. Этот план живет в той риторике, которую Запад слал Киеву в 1922 году для того, чтобы не допустить Стамбульских соглашений. Сегодня Запад удивляется. Вот посмотрите, это же не соответствует действительности. Но он тем самым подчеркивает одну немаловажную вещь. Что его обещания, его подстрекательства в марте-апреле 1922 года были безответственны, носили сугубо спекулятивный характер. И сегодня мы расхлябываем то, что имеется. Для Зеленского очень сложная задача. Он сам пошел на поводу у Бориса Джонсона, который его подстрекал насчет милитаризации войны в 1922 году. Ему было обещано непонятно что, но бумажек он никаких не подписывал. Какое-то барахло военное ему передали, разведданные передавали, точки ударов передавали. Но прямой поддержки на самом-то деле не было. Страну ввергли в долги, а в заложниках оказалась государственная собственность, народная собственность, земля, прочие моменты. Даже олигархи типа Коломойского, Ахметова, Фирташа и других очень сильно украинские пострадали. Потому что Запад взял курс, сложно сказать термин деолигархизация, просто поменять, я бы сказал, украинских олигархов на своих. А кто платит, тот заказывает музыку. То есть Запад уже тогда начал формулировать повестку с точки зрения его любимого Украины политической. Какая это повестка? Кто управляет Украиной, тот, кто платит налоги. Кто платит налоги? Западная транснациональная корпорация. Значит, они будут оплачивать политические партии, выборы и прочее. Значит, они будут формировать политическую повестку дня на Украине. Вот один момент. А где в этой политической повестке дня будущего? Зеленский. Я хотел бы заметить, что с весны перестали публиковаться рейтинги Зеленского. Вообще рейтинги политических лидеров Украины. С чем это связано? С тем, что они достаточно удручающие для него. Это мы видим, как люди голосуют ногами, убегают из Украины, убегают от ТЦК. И вообще вот эта милитаристская риторика Зеленского сегодня не популярна внутри Украины и скорее является элементом фашизации государственных органов власти, которая сопряжена параллельно с коррупцией. Сколько скандалов там с генералами, с прочим. Деньги выделяются на одно, а генералы там строят себе дворцы, коттеджи обогащаются в полный рост и в полную силу. Вопрос возникает в том, а что Запад может с этим сделать? У Запада имеется такая закладочка в виде залужин. Такой генерал, который ушел, когда у Украины еще на фронте не переставало что-то получать. Такой Деголь, которого можно привести к власти, как генерала, который сможет на себя взять ответственность, отказаться, как Деголь отказался от Алжира, к примеру, от этих территорий, от этих претензий и перезагрузить Украину. Но понятно, что Запад хочет ее перезагрузить на западный манер. Главная претензия Запада в том, что не к территориям Крыма, Донбасса, Запорожья, Херсона, я считаю, что это уже решено, а к тому, что Запад не готов согласиться, что Украина должна быть нейтральным внеблоком государства. Они с этим не согласны. Им не надо вторая Босния-Герцеговина, которую они до сих пор не могут втянуть в Европейский Союз и НАТО из-за дейтонских соглашений. Им надо именно вторая ФРГ, которая на фоне разделения стала более антисоветской, мы помним. Там фактически были легализованы в новом статусе фашистские силы. Что из этого получится, мы не знаем. Пока имеется вот это противоречие. Россия напирает на то, что статус Украины должен быть изменен, и внутренняя политика, я напомню, демилитаризация, деноцификация, ее никто не отменял. Запад напирает на то, что геополитически вот вам эти территории, нам вот эти, и вот Украина в этих территориях будет продолжать ту старую политику под новым соусом, там, заложный, там, или кто-то там из его рода, авторитет, который будет их быстрыми темпами интегрировать назад. Вот сегодняшний весь сыр Борн. Успешно развивается наше уникальное интеграционное объединение, которое мы строим, союзное государство. Сегодня мы вместе ведем борьбу за справедливый мир, и союз Беларуси и России стоит в авангарде этой жестокой и очень серьезной борьбы. Актернативы такому курсу в условиях обостренной, накаляющейся международной обстановки нет. При этом союзное государство вполне может быть образцом новых равноправных отношений. Уважаемый Владимир Владимирович, белорусы видят и очень ценят ту поддержку, которую вы нам оказываете, белорусам. Нас много раз ставили перед выбором, но мы никогда, подчеркиваю, никогда не отворачивались от России. Вы и ваши коллеги это хорошо знают. Беларусь надежный союзник. Я хочу, чтобы в России это знали прежде всего. Белорусы никогда россиян не подводили. Примите мои заверения и впредь никогда не подведут. Так уж решено свыше, что и успехи, и сложности мы делим по-братски. Я как президент, избранный белорусским народом, всегда буду стоять на страже наших общих интересов многовековых. Добрососедство и дружбы. Беларусь-Россия – это союз политический, экономический, общечеловеческий, военный союз, многопрофильный. Какая роль Беларуси-России, лидеров, я бы так сказал. Надо тут разделять лидеры и народы. Народы России и Беларусь всегда были близки, а лидеры как-то свою позицию меняли. В отличие, многие говорят, это минус, но в данном случае, наверное, стабильность – признак мастерства. В данном случае мастерство, а не политиков, а народа. Я бы сказал, интуиция народа. То есть в России, по крайней мере, менялись часто, не часто лидеры. У нас сохранялась стабильность. Александр Лукашенко был бессменным лидером. И с этой точки зрения, если мы рассмотрим позицию лидеров, да, действительно, были такая конъюнктурная. Нас обзывали и страной, и живенцем, что мы на десятки миллиардов долларов потребляем, пользуемся дешевыми энергоресурсами, что мы и ля-ля-ля-та-паля. И начиная даже такие политические демарши, торговые войны, молочные войны и так далее и так подобное. Ну, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Да, Россия оказалась в той ситуации, когда уже дальше терпеть было невозможно. Так сказать, Запад полностью фактически объявил, так сказать, войну, да, то есть такой прокси-войну, пока тогда, до 22-го года. Но наметки на, так сказать, горячий конфликт уже тогда были. Более того, я знаком, так сказать, с первоисточниками конспирологическими, так сказать, исследованиями, с заказными исследованиями Госдепа, так сказать, Великобритании, правительства, то есть которые вот эти ситуации с СВО прогнозировали еще в 20-х, 21-х годах, да, то есть Ренкорпорейшин, Римский клуб, ну, может, нашим слушателям это о чем-то говорит, так сказать, это достаточно известно. Это не мы это писали, это не наши центры, то есть вот меня особенно, так сказать, потрясло, даже можно сказать, это одно из исследований 21-го года, где фактически прописывается сценарий банкротства Евросоюза, да, в частности Германии, для выгоды Соединенных Штатов Америки. Вот фактически, да, вот если бы не жили мы сегодня в 24-м году, кто-то рассказал в 21-м году этот сценарий, что ты будешь бить своего, чтобы чужие боялись, он так в кавычках, да, ну, наверное, сказали бы, что ты что, сумасшедший, да, отправили бы куда-то далее. Это все реализуется. США сегодня не смотрит ни на кого. Поэтому с этой точки зрения вот этот новый ребрендинг, даже можно сказать, или точнее возвращение к истокам Беларусь-России, это показало кто есть кто, и, так сказать, и при том это показало взаимно. Вот я процитирую, так сказать, некоторую статистику, статистику, цитаты, высказывания, факты 22-го года, то есть после начала своего. Вот когда начались применяться санкции к Республике Беларусь, речь там, конечно, не как в России, там недавно Лавров в Нью-Йорке сказал, что 21 тысяча санкций применяется, но там половина санкций к физическим лицам, они отношения к Беларуси не имеют отношения. Но не весь пакет применим к Беларуси. Были попытки еще недавно параллельно распространить на Беларусь, но я вижу динамика, она, ну, по крайней мере, затормозилась. Да, вот недавно новый пакет принялся, но политики в истребрежменте западной, они начинают чесать затылок и спрашивать, а что нам дало, что это дало народу, потому что видим, что в правую сторону поворачивается электорат. Поэтому вот те потери, Николай Геннадьевич Снабков, первый цепремьер Беларуси, оценил потери от санкций в размере 20% от, так сказать, валового продукта. То есть 20% нашего экономики фактически оказалось под санкцием. Ну, в деньгах это где-то оценивается в районе 12-14 миллиардов долларов США на тот момент. Мы в течение года восстановили 10 миллиардов. Из них 10 миллиардов, около 9 миллиардов – это российский рынок. Он съел, фактически съел эту продукцию по разным причинам, по разным причинам, потому что выбирали, так сказать, западную продукцию, недружественные страны, и не обязательно с точки зрения цена-качество. К сожалению, вопрос коррупционный, вопрос этого в России, он на слуху, да, это одна из проблем. Вот сегодня СВО и тогда СВО, она во многом расставила точки над «и», да. И вот, конечно, вот даже в первую очередь, вот это белорусско-российские, друг другу подставили плечо, это вот говорит значимости. В том числе, это вопрос возник на повестку дня даже не импортозамещения, то есть импортозамещения аналоги, так сказать, импортной продукции, которая, так сказать, по тем или иным причинам не стала поступать на рынки Беларусь-России. А долгоиграющая пластинка – технологический суверенитет. То есть это сказка для бедных, что лучше выпускать коленвал для МАНа, для Мерседеса тысячи, сотни тысяч штук, чем делать, локализировать свой автомобиль. Это выгоднее, там винтики делать. Вот не дай бог, если бы мы пошли по этому пути. Ну, надо понимать, какая численность миллиона населения, трудоспособность, они оказались бы просто без работы, да. Я уже не говорю об импортозамещении, создании, так сказать, ВВП, формировании. Вот тоже фактор, который говорит о важности белорусско-российских отношений. Ну и, в конце концов, это субъектность. Это субъектность, это показали мы фактически, как во Вторую мировую войну, когда Советский Союз воевал против, даже не коллективного Запада, против всего мира. Многие сегодня говорят, а как же там Второй фронт, США, Великобритания? Ну, если поднять вот переписку тех периодов, то все металлы, там, цирконий, там, магний, так сказать, те, которые были важны для изготовления металлов, брони для танков немецких, поставляли американцы. Великобритания давала деньги, так сказать, крупу давали деньги, да. Ну, по принципу, и те, и другие действовали, деньги не пахнут. То есть тогда, когда уже Гитлер стал вести на интересы на колонии, стал покушаться, только тогда пошло, так сказать, поиск других союзников, которые готовы за тебя были проливать кровь. И потом только уже, так сказать, к итоговой, так сказать, вечеринке они открыли Второй фронт, да. То есть и то сейчас это пытается снизить эту позицию. В Беларуси этого не было. Еще один момент бы поднял бы. Вот, посмотрите эволюцию интеграционных отношений на постсоветском пространстве. Многие говорят СНГ, но СНГ – это была такая попытка реанимировать, точнее, сохранить какие-то отношения после развала Советского Союза. Союзное государство, Еврозес – это уже попытка повысить субъектность, повысить какие-то партнерские экономические отношения. И когда вот это эволюцировалось, вот эти сообщества, появилось Еврозес, многие говорили, а зачем мы союзное государство? Вот же формат, более широкий, так сказать, более потенциальный. Что сегодня с Еврозес? Мы видим, что сегодня, так сказать, наши члены, партнеры занимают достаточно специфичную позицию. С одной стороны, у нас есть пример Евросоюза. Да, там он другая. Это другая структура, с наднациональной структурой. Брюссель, штаб-квартира и так далее, Еврокомиссар, Единый банк, ЕЦБ и так далее. Но все-таки там решение принимается субсидиарное. И даже если ты это решение не согласен, ты обязан его принимать в экономике. Хотя есть, конечно, такие бунтари, как Венгрия вот сейчас. Потому что там действительно вопрос стал национальной безопасности Венгрии. Их хотят лишить источника энергоресурсов. То, что сделали, к примеру, у них с Германией американцы. То есть взорвали газопровод, нордстрим, значит, и фактически немецкая экономика стала неконкурентоспособной и на мировой арене, и на европейской арене. Вот эти все составляющие говорят о том, что этот орден, который вручил глава государства России белорусскому лидеру, это, ну, как бы заслуга. Заслуга не только того, что будущего, да, а заслуга вот то, что Лукашенко последовательно, в очень сложных условиях, да, в условиях нападок, он устоял и сохранил это. Ну и в заключительной части я бы привел высказывание Александра Лукашенко, которое тоже, мне кажется, дорого стоит. Да, я за Россию, да, я буду стоять плечом к плечу. Но я белорус, для меня интересы нации, интересы республики были превыше. То есть вот это интеграционное отношение, это не в ущерб суверенитету, независимости, экономической состоятельности нашего государства. Пять лет назад, ведь, когда были выборы в 2020 году, Запад открыто инспирировал всяческие процессы и даже массовые беспорядки, чтобы они прямым текстом заявляли, что они хотят вас свергнуть. Сейчас ситуация... Майк Помпео, бывший директор ЦРУ, и в то время, когда я работал, и он был у меня в Ивану Лексусу, об этом прямо заявил, что у нас не получилось в Беларуси. Поэтому да, это прямое доказательство. Сейчас же ситуация в мире еще острее. Вот как вы думаете, как у вас пройдут выборы, выборная компания? Я тебя приглашаю на выборы, ты все увидишь. Хорошо пройдут. Я в этом нисколько не сомневаюсь. Да, наверное, ты и сам не сомневаешься, что мы справимся в этой сложной ситуации, разобраться с этими политическими вопросами. Давайте начнем с тех глубоких трансформаций, которые произошли с 20-го года. Главной трансформацией является суверенизация белорусского гражданского поля. Были ликвидированы многочисленные юридические учреждения, я бы так их назвал, которые под видом общественных организаций, аналитических центров, фондов, здесь фактически лоббировали западный интерес. Они не были представителями белорусского гражданского общества, потому что они не финансировались гражданами Беларуси. Они были подрядчиками на грантах Запада и создавали сеточку информационного, политического, общественного влияния на белорусский социум. После 20-го года они были ликвидированы. Это никакое не нападение на белорусское гражданское общество, нет. Это политика оздоровления. То есть у Запада на сегодняшний день, да вообще у иностранцев, нет тех инструментов внутренних, нет тех моментов, чтобы дестабилизировать обстановку гибридным способом. Остался только способ конкретного террористического акта, диверсии, агрессии, что они в принципе через Украину, через подготовку соответствующих подразделений в Литве и в Польше пытаются организовать. Это мы должны быть всегда на чеку, это должны заниматься специальные стороны. Второй момент, это я бы очертил, как, наверное, вот эта эскалация международных отношений, кризис, обострение этих отношений, которое протекает фактически по нашей западной и южной границе, даже через пример войны на Украине. И в этой войне, эта война является примером того, как нельзя делать. И все прекрасно понимают, если бы те силы, которые делали Майданы, и это не один Майдан 20-го года, попытки были и в 10-м, и в 6-м, и в 4-м, и в 1-м, там, в 90-е годы, если бы хоть какой-то из этих Майданов состоялся, то не факт, что мы бы, как Беларусь, были бы сегодня не как Украина. И хотя из этого, несмотря на обилие кандидатов, эти президентские выборы нравятся кому это или нет, это не зависит от какой-то демократизации, не демократизации, нет. Это зависит от повестки дня. Эти президентские выборы пройдут как плебисцит. За мир, за безопасность, за социальную справедливость, за преемственность, за суверенитет и независимость. Вот пять факторов. Поэтому я не удивлюсь, если действующий глава получит 90%. Почему? Потому что все прекрасно осознают контекст, в котором происходят выборы. Не мы проводили террористические акты в Беларуси и пытались подорвать государственный строй, проводить госпереворот и прочее. Не мы усиливали противоречия международные и эскалировали ситуацию в регионе. Не мы, в конце концов, проводили санкционную политику, агрессию экономическую, торговую против нашей страны. Это было сделано ими. И люди это восприняли как вызов, который они готовы ответить с соответствующим решением на избирательных участках 26 января. Что они, в принципе, и сделают. И Беларусь уже другая. Вот мы должны понять, эти пять лет, с 2020 по 2025 год, это года очищения от ошибок перестройки. Ведь все эти структуры, все это возникло в 90-е годы здесь. Благодаря вот началу 90-х, когда эти фонды пришли и решили, что они демократизируют нас. А оказалось, что они просто пытаются приватизировать белорусскую государственность в свой актив. У них это не вышло. И сегодня наша самая главная задача это пройти эту избирательную кампанию как по маслу и продолжить курс на формирование то, что я всегда говорил, коллективного Лукашенко. Президент мне единожды, я так говорил, что он хочет отдать потом страну в надежные руки и сохранить преемственность курса. Конечно, было, есть, я думаю, будет еще немало спекуляций по поводу эксплуатации атомной станции. Вы это видите в Литве. Им не имется не только по поводу нашей атомной станции, но и вообще в связи с тем, что происходит в нашей Беларуси. Ну, это уже политика, не будем об этом говорить. А вообще вы должны знать, что мы привержены безопасности, миру, и мы сделаем все, на что мы способны, что от нас зависит, для того, чтобы обеспечить региональную ядерную безопасность. В этом вы можете не сомневаться. Мы разумные люди и на разного рода авантюры не бросаемся. Прежде, мне кажется, чем говорить о визите главы МАГАТЭ в Беларусь, надо немножко дать оценку вообще ядерной энергетики в целом. Некоторые страны, и такие страны, как Франция, кстати, Франция является носителем компетенции строительства их атомных электростанций, наравне с Россией, наравне с Одином Штатах Америки, у них как раз-то доминирует ядерная энергетика в балансе этого. Другая страна, которая бы, если бы не имела атомные электростанции, она сегодня был бы блокаут, так сказать, полный. Это вот наша южная сетка Украины. Пару лет назад, ну, есть в мире такой тренд, если так можно сказать, с моей точки зрения, этот тренд, если мы сомнительны, это акцент на зеленую энергетику, да, то есть вот ЦО, там выбросы ЦО. Есть много экологов очень высокого уровня, ученых, которые подвергают сомнению вообще этот тезис, да, что зеленая экономика, это скорее такой нетарифный метод регулирования, да, там евро 5-6 и так далее и так далее. Так я к чему говорю? Недавно только МАГАТЭ, ну, пару лет назад, приняли решение, что ядерегетика считалась сначала вредной, а теперь это зеленая энергетика. То есть вот такие институционные посылы говорят, что за ядерной энергетикой будущее. Вот один вопрос. Поэтому Беларусь находится в тренде. Второй вопрос. Ну, я присутствовал в виде эксперта, тогда еще на этапе принятия решения, в рамках работы тот и академии наук. И Михаил Владимирович Мясникович, которому был глава государства, поручил концепцию обоснования строительства АЭС, выбора площадки. Тогда в первой варианте концепции был, так сказать, окупаемость через экспорт электроэнергии. Страны Прибалтики, там Игнолина, закрыли, притом закрыли в пику интересов Литвы, так сказать, таковой, потому что там была генерирующая мощность для, так сказать, обеспечения электроэнергии всех стран Прибалтики. Это был экспортный серьезный потенциал. Ну, страны скандинавские, то есть они этот рынок под себя, да, то есть выгнали с кольца, так сказать, энергетического, так сказать, союзного государства. Ну, ладно, бог с ним, так сказать, я думаю, что им спасибо, следующее поколение вряд ли скажет. И они начали кампанию по дискредитации. И начали кампанию не только, ля-ля-та-па-ля, да, то есть в прессе, гадости всякие, они решили пойти, притом, как в поговорке «Назло маме пальчик от мороженого». Построили на своей территории, строят, по крайней мере, возле нашей границы, правда, но на своей территории. Литва не такая большая страна, и людей там столько ждет, сколько в одном Минске всего лишь. Построили могильник. И в этом могильнике что они будут захоранивать? Отходы с Европы, так сказать, атомной энергетики. Ну, не хочу даже, то есть эмоции, так сказать, переполняют. Так, если возвращаемся к визиту Гросси, да, то есть я помню его заявление, когда он посещал Запорожскую АЭС, то есть Россия его приглашала. Он говорит, мы не политическая организация, мы не принимаешь вердикт, кто бомбит, кто не бомбит, кто прав, кто не прав. Ну, да, вроде визит, он признал компетенции, так сказать, Белорусская АЭС, Первая Белорусская АЭС, увидел, кто там работает, увидел современный уровень, так сказать, ну, это неудивительно, это одна из самых современных атомных электростанций, самым высоким на данный момент уровень безопасности. Чернобыльская АЭС, она просто рядом там не стоит, близко даже, да, то есть это, так сказать, выше и японских, которые, так сказать, недавно подвергались каким-то тоже коллапсом природным. Ну, наверное, можно было бы ожидать заявление, что белорусы имеют право, это безопасность, и поэтому нападки по поводу санкционной политики, то есть энергия, которая вырабатывается на Белорус, она безопасна, да, с международного безопасность с точки экологии, с точки зрения безопасности, ядерной безопасности. Да, возможно, в условиях санкций этот вопрос так быстро не решился бы, но, по крайней мере, заявить, и рано или поздно, как все говорят, войны закончатся, санкционная политика должна закончиться, и выбить этот козырь со стороны не очень адекватных, а может, наоборот, адекватных с точки зрения своих хозяев, да, кукловодов, вот тот козырь, что нельзя покупать не потому, что БелАЭС небезопасна, а потому, что она, так сказать, они, то есть, они обосновывают там, то у страны диктатора, то, так сказать, атомная станция, так сказать, может чуть ли не завтра взорваться, то есть, вот этот козырь выбить, что это кошка, которая ловит мышей, да, ну, да, Беларусь, да, они выбрали такого руководителя, да, такая политика, да, союзника, но станция-то генерирует энергию дешевую, которая нужна всем для развития мировой экономики, региональной экономики, ну, хотелось бы такое, мне лично, услышать заявление, ну, то, что услышали, это тоже прогресс, поэтому тут преувеличивать или перемешать визит, итоги визита, Гросси, так сказать, встречи с главой государства, на БелАЭС, ну, надо дозировано, то есть эта структура одна из многих, которая управляет сегодня Соединенные Штаты Америки, как МВЭ, как Всемирный банк, так сказать, Международная финансовая корпорация, как НАТО, вот эта монополия, да, на правду, в кавычках правду, да, она сегодня существенно, так сказать, подвергается реформированию. Вы, наверное, слышите, и на НТВ читаете строчку, внизу, не вникая в то, что при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов и еще кого-то произошел обмен там, телами, пленными. Это все происходит на нашей территории. И тела погибших недавно большое количество обменяли, а также произошел обмен военнопленными, по-моему, 75 на 75. И раньше, и прочее, и дальше, если россияне этого захотят, украинцы хотят. Если россияне захотят, мы дальше будем способствовать этому процессу. То есть, украинской страны нет отторжения к тому, что они будут работать с нами и практически на нашей территории. Мы эту гуманитарную миссию выполняем, будем выполнять, в том числе и по детям. Уполномоченный их, уполномоченный ваш, по правам ребенка наш, уполномоченный, и депутаты нашего парламента в это вовлечены. Я это поддерживаю. Поэтому у нас нормальные с ними контакты. Мы можем передать им любой сигнал. Если у них есть вопросы, они могут поставить вопросы, задать нам, и могут через нас передать какие-то вопросы Российской Федерации, прежде всего, военным. Есть такие вопросы, есть, мы передаем сразу же. Сам киевский режим из-за своей курской авантюры поломал возможность себе разговаривать без посредников с Россией. Хотя они до этого даже имели в Курской области гуманитарный коридор с Российской Федерацией. Он до августа этого года функционировал, работал. И результатом стало то, вот их авантюра, что только белорусский коридор работает. Это один момент. Второй момент, я бы здесь тоже его подчеркнул. Это момент как раз, ну, наверное, значимости и интереса Беларуси. Интерес Беларуси в сохранении баланса в регионе. Нравится это кому или нет. Нам неинтересна ликвидация Украины. Президент про это тоже не единожды говорил, что Беларусь не допустит разделения Украины. Нам интересно, чтобы Украина в каких-никаких границах сохранила свою субъектность. Понятно, что мы не, нам не хочется, чтобы эта Украина была фашистской, бандеровской или еще какой-то. Нет, чтобы она проводила дружелюбную, ответственную политику в регионе. Это с одной стороны. С другой стороны, при этом, нам невыгодна та война. Потому что милитаризация, обострение, ненависть, это все влияет. Очень много семей, даже на гуманитарном уровне, завязаны с Украиной, видят, что там промывают мозги, и просто люди рвут связи. Фактически, это, как говорится, по-живому все пошло. И здесь для Беларуси важно восстановить эти связи. Потому что, если будет дальше, много примеров имеется, когда это все разрывается очень-очень быстро, а сшить это очень тяжело. Вот. И главный момент еще не забываем, что Украина это для нас важный логистический хаб. Да? Порт Одесса до 24 февраля выполнял соответствующую функцию. И он был намного выгоден тех предложений, которые сегодня имеются, хотя бы из-за километража. Вот. А у нас еще там и вагоны, и прочие моменты. То есть и баланс сил геополитический, и деэскалация, демилитаризация, и сохранение наших логистических путей, все это играет роль, которая важна нам для сохранения канала коммуникации даже с тем ненавистным киевским режимом, который там есть. Поэтому посольство функционирует, давайте говорить, да, украинское один-два человека, но работа. как-никак работает. Коммуникации, взаимосвязи есть, что нормально. Посмотрим, что будет дальше. Президент не единожды говорил, что мяч на стороне Киева. Что он хочет? Мы готовы быть площадкой для переговоров, благо есть инфраструктура, главное, чтобы было желание и не было вот этого, знаете, включить нехочуху или там вреднюху какую-то, вот нам эта площадка и нравится, давайте, Турция, давайте еще сядь, работай, решай вопросы, а не убегая из контекста. Мне приятно, где бы я ни был, мои коллеги, даже главы государства, ну, не страдают же некачественными продуктами, конечно, наверное, качественно употребляют. Они говорят, ну, то, что у вас в Беларуси, и даже иногда так шутят, говорят, ну, пришли попробовать. Я говорю, с удовольствием, это же реклама, поэтому мы научились это делать, но пока мы вот вышли на какую-то горизонтальную, прямую и выше прыгнуть, не можем, а надо будет прыгать, и это главная наша задача и обещание белорусскому народу в этот предвыборный период. Может, немножко некорректно, но я на личном примере, так сказать, подтвержу, что качество очень хорошее. Вот еще в прошлом году или позапрошлом, я не помню, мне мои знакомые хорошие дали мешок, мешочек картошки. Вот картошки из усадебного, так сказать, участка Александра Григорьевича, вот ту, которую он сеет, собирает, так сказать, это, и я этот, некоторые картошки отдал своим коллегам, там, да, другим, и вот, когда я сам к ним приезжаю, так сказать, я, к сожалению, быстро съел эту картошку и не посадили у себя на дачу, но у меня вообще огорода, в принципе, на даче нету, там, как бы так, место для отдыха, скорее всего, а мои знакомые они посадили, и вот недавно я был, так сказать, у них, и они говорят, вот, Георгий, попробуй, твоя картошка, в кавычках твоя, да, я говорю, не моя, Александр Григорьевич, ну, говорит, сравни, вот эту картошку в магазине, который, и я вот еще раз съел ее, попробовал, ну, действительно, качественный продукт, ну, просто супер, да, вот, ну, я вот, личное впечатление, поэтому неудивительно, наверное, когда картошку дарят, так сказать, такой, ну, такой сувенир, так себе, да, то есть никто никому не дарит, так сказать, картошку или там еще что-то, ну, в этом, может, и изюминка есть, да, изюминка нашего лидера. Если говорить уже серьезно о качестве, вот тоже я приведу примеры, пример, так сказать, и такой новейшей истории, и пример, так сказать, может, сегодняшнего уровня, вот, может, кто ездит за границу, он обратил внимание, что там даже Сникерс, там соки, там, те же, так сказать, продукты питания, они более дорогие. Они не только дорогие, что там маржиналность, они дорогие, потому что они по своему составу, по технологиям, более качественные, то есть качество товара должен быть другой. А вот это, так сказать, ножки Буша, как раньше называли, то есть, которые непонятно, кур, чем эти кормили, и оказалось, что они вредны, в принципе, для потребителей, да, то есть это более низкокачественный продукт сплавляется вот этими трансферсными компаниями, компаниями на рынке третьих стран, в том числе постсоветских. Вот в Беларуси этого нет. То есть, если качество делаешь, что внутренний, что внешний потребитель, оно одинаковое. Первый принцип. Второй принцип, что Россия и Беларусь, продовольственные войны. Конечно, нас, россияне, в попытке, так сказать, может даже поставить на место, или к чему-то вынудить, конечно, заставили очень жестко соблюдать технологические требования, в том числе, международные, там, ИСО, 9000 качества, и другие специальные требования, которые относятся к продуктам питания. Поэтому все наши производства, они сертифицированы по международным, даже не по ГОСТу, не по ОСТу, по международным требованиям. Не зря же, белорусские товары, продукты питания, покупают в более чем 100 странах. Более чем 100 стран. Ну, Китай, куда уже более закрытый рынок. То есть, во многом, да, он открывается по политическим, да, то есть, таким мотивом, это своеобразный, так сказать, может быть, результат очень хороших отношений двух глав государств. Ну, и чиновников высокоуровня, там, многие чиновники, которые сегодня в правительстве, они работали там послами, так сказать, посольствами Китайской народной депутатики. Сегодня растущий экспорт, Китайскую народную республику. Мы поставляем, начиная с молочных продуктов, закачиваемся кондитерскими, такими, изделиями. Ну, и мы уже опять говорили, это, так сказать, экология, прослежимость от сельскохозяйственного производства, да, то есть, мы видим уже на коровах, метки на ушах, так сказать, то есть, это видно, чем кормили, то есть, с точки зрения не только технологии, с точки зрения экологии. Поэтому, это закономерный результат, это своеобразный, я бы так сказал, бренд Республики Беларусь, то есть, вкусно, экологично, чисто, так сказать, ну, и, наконец-то, так сказать, это результативно, да, то есть, вот у нас покупайте, цена-качество, да, давайте дружить. Вы хотите такое же? Вы хотите, так сказать, не только покупать, а вы хотите так научиться делать? Нет проблем. Мы в Венесуэле, в Африке, в Российской Федерации предлагаем и готовы, и строим вот такие комплексы, комплексы переработки, мясопродукции, молочной продукции, то есть, и так далее, и так далее, но еще раз подчеркну, это целенаправленная политика, и это очень дорогая политика, то есть, потрачены, в кавычках потрачены, сотни, не десятки, сотни миллиардов долларов, но это деньги, не как в стране дураков, не закопаны были в землю, то есть, в землю формально они были закопаны, да, но в виде удобрения, в виде регуляции земель, миллиарации, так сказать, да, то есть, агрогородки, инфраструктура, и так далее, подобное, да, то есть, закупка технологий, так сказать, поэтому, мне кажется, это вот один из удачнейших примеров, так сказать, как надо реформировать, формировать адекватную экономическую политику, ну, на территории своей страны, то есть, что-то мы сейчас делаем, и делали, и будем делать промышленная политика, сельскохозяйственная политика, и обратите внимание еще, что кроме как мажоритарности денежных вопросов, вот эти вопросы, которые, я говорю, там промышленное, сельское хозяйство, они очень имеют тесную святку с безопасностью, у нас есть концепция продовольственной безопасности, у нас есть доктрина продовольственной безопасности, в основе которых мониторинг, более чем несколько сотен позиций, да, постоянно мониторят, так сказать, чтобы это качество соблюдать, это не разовая компанищина, мы выпустили сырки, мы стали молоко, а это постоянный процесс, который, кстати, требует и соответствующий международный стандарт, поэтому, я думаю, независимо, так сказать, вот, внешних факторов, белорусская продукция есть, и будет очень качественной, востребованной, и более того, сегодня, я думаю, вот, ну, уже в заключение, я бы сказал, то есть, Беларусь самодостаточна, не просто самодостаточна, она экспортно-ориентированная, то есть, мы конкурируем, вдуматься, да, страна, находящаяся в территории рискованного землеопользования, да, то есть, дожди, так сказать, и климат у нас, так сказать, не совсем благоприятный, в отличие от той же, даже Прибалтики, даже Прибалтики, и мы конкурируем с Новой Зеландией, где 12 месяцев в году температура 25, плюс-минус 2 градуса, кто бы это подумал еще 20 лет назад, да, в дурном сне это, так сказать, никому даже, так сказать, патриотам это не приснилось бы, но вот это результат вот этих миллиардных инвестиций, то, что мы сохранили людей на земле, то, что, так сказать, науку сохранили, а это без науки никуда не сделаешь, да, то есть, комплексный такой, скажем, подход, это машиностроение сельскохозяйственное, да, то есть, фактически мы в сельском хозяйстве независимо ни от кого, начиная от удобрений, земли, работников, переработки, даже вот в этой, с точки зрения экспорта, сегодня там, та же Россия, говорят, вышла в лидеры по экспорту зерна, порядка более, по-моему, даже 8% экспортного продукции, которые мы поставляем в другие, вот в эти 100 стран, да, в первую очередь Российскую Федерацию, идет с глубокой или средней переработкой, то есть, мы не сырьевые поставим, не картошку, просто расфасованную в мешки, мы поставляем чипсы, да, мы поставляем продукцию, мы не молоко, так сказать, везем в бидонах, да, а мы поставляем сырки, сыры и так далее, и так подобное, вот это тоже, это значимость, то есть маржинальность, вот откуда формируются вот эти 9 миллиардов, если мы поставляли сырье, это было бы менее половины, менее половины, в районе там 3 миллиардов было бы, ну, так вот расчеты показывают, а тут 8, да, сейчас речь идет о 9 миллиардах. Худшее, что может сейчас случиться, тотальная милитаризация планеты, тогда вспыхнет очень быстро и с огромнейшими последствиями для всех нас, для этого уже сейчас нужно думать, как сбросить балласт военных противоречий и расходов, найти новый ключ к решению текущих проблем и создать работающие механизмы обеспечения глобальной безопасности. Как я уже говорил, такой ключ находится в Евразии с ее тысячелетним опытом взаимодействия культур и цивилизаций. Здесь пересекаются все мировые оси. Как будет здесь в будущем, так будет во всем мире. Тут работает такая диалектика. С одной стороны, у нас имеется определенное желание вот этой милитаризации, накачка, с другой стороны, ограничение бюджетных средств и возможностей. Плюс уже назревающее недовольство общественное. И вот эта диалектика будет очень сильно Запад резать. Какие-то ядерные конфликты, я думаю, до этого не дойдет, потому что это, слава богу, в головах большинства остается красными линиями. Не допустить. Потому что если кто-то только начнет ядерный конфликт, значит, есть весь риск, его никогда не закончится. Этот момент. Второй момент, я бы его тоже охарактеризовал как определенная не то что усталость, а технологический рост. Ведь другой стороной любой милитаризации, даже того военного конфликта на Украине, мы видим определенные технологические инновации а и б, санкционная война уже подтолкнула и привела к конкретным результатам. Например, китайская фирма Huawei выпускает лучшие чипы, чем американцы. Против них ввели санкции, и санкции заставили их выпускать лучшие чипы. А сколько таких фирм? А формируется БРИКС, ШОС, другие платформы, которые без запада реализуют свое технологическое развитие. Значит, у нас появляется совершенно новая реальность. И вот эта новая реальность, когда западным компаниям скажут, что вы знаете, мы вас не будем это покупать, нам это не надо, мы сами это выпускаем. Или у нас есть хорошее друзья. То есть мы живем в режиме качественной деколонизации. Если у нас была такая формальная деколонизация, странам предоставили независимость, места в ООН, флаг, герб, территория, гимн, то сейчас мы видим другой момент. Кроме флага, герба, гимна, территории, страны получают торговые, экономические, технологические возможности. Что вытесняет вот эти корпорации из вот этой ситуации. Плюс милитаризация и санкции подталкивают эти страны БРИКС, реализовывать свои технологические решения, быть суверенными не на бумаге, а в реальности. И когда эта новая шахматная доска сформируется, тогда просто я считаю, что Запад окажется в новой реальности. Он уже оказался, что он в меньшинстве глобальном, хоть экономически это 50%. 50 стран 50%, 150 стран остальных тоже 50%. Но количественно он уже не 70%, не 80%. Это означает, что мы на пороге перелома. Начать во имя этого, чтобы не допустить новой системы международных отношений ядерную войну, я думаю, что до этого Запад не дойдет. Он слишком прагматичен. Вспомним, как французы сдались немцам в 40-м году. Почему они это сделали? По одной простой причине. Зачем воевать? Они не готовы на тотальную войну. Но тотальные войны переживали мы, потому что у нас был экзистенциальный интерес. И в этом плане на нашей стороне перевес. На них стороне отсутствие. На них стороне философия буржуа. Они готовы воевать чужими руками, на чужих рук оказывается меньше, меньше, меньше становится. Поэтому я думаю, что в ближайшие 10-15 лет нас ждет глубокая трансформация. И мы придем к совершенно новой системе международных отношений, где большую роль будут играть страны коллективного Востока. это Африка, Азия, Латинская Америка. Кстати, ни Африка, ни Латинская Америка вообще в Совете Безопасности вам не представлены. Вот. В этом плане мы будем двигаться. Что из этого получится, пока непонятно. Пока мы на распутье. Но мазки в виде БРИКС, ШОС, в виде вот этих консультаций уже имеются. Редактор субтитров А.Семкин